Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода короткий комментарий к недельным главам и на базе книги Мишлей. И этот урок посвящается Рифу Шлему, Ля Слаха Вихонимшель, Хадаса Батагу, Вихол Исраэль. И мы поговорим сегодня о главах Харимоты Кедушим, в основном главе Кедушим. И я хотел сначала сказать интересную вещь, мы немножко уже говорили об этом в других местах, что, видимо, все, что Тора говорит из полезных инструкций, которые нужно нам как-то применять в жизни, можно разделить в очень общих чертах между халахой и мусаром. То есть то, что больше в области конкретных педантных законов, как соблюдать субботу, как соблюдать кошерность, как судить людей тоже, отношения между людьми. Но связанные именно с педантным судом, да, вот как в случае, если человек другому принес ущерб, как расплатиться. И то, что мы называем мусар, тоже в общем, в общих словах. Слово мусар, оно, конечно, библейское. Оно еще в книге Дворим, дальше еще в Кумыше уже упоминается очень много в других книгах, в Мишлей, например. Но в том смысле, в котором я сейчас имею в виду мусар, это не просто даже этика, а именно все, что включается в заповеди Торы, которые меньше требуют педантного изучения деталей, а больше требуют более общих человеческих качеств. Да, вот, например, такие вещи, как любить других, не ненавидеть, не говорить плохо про других. Я уж не говорю о таких заповедях, как любить Всевышнего, бояться Всевышнего. Ведь интересно, если взять самый главный код законов еврейский, то это, конечно, будет Шулханарух. И он ведь ни слова не говорит ни про один из этих законов. Если Рамбам хотя бы пытался это частично описать, его Мишне Тора, оно более, так сказать, общее. У него есть и законы Чувы, и Есудея Тора. Да, то почему-то Шулханарух вообще это полностью игнорирует. То есть, видимо, он считал, что это в других книгах принадлежит, эти законы. Это тоже законы, это тоже что-то в нас в заповеди входит. Рамбхаль это пытался все время продвинуть. Вы знаете, что у Рамбамошхана Малусята большинство книг были по Кабале, но его самая известная книга по этике, по Мусару, это книга Месилет Ешарим. Так вот, его книга имела две версии. В одной из версий он, это менее известная версия, но мне она как раз больше нравится. Ее печатают в некоторых изданиях сегодня. И, может, это более ранняя версия, я не уверен. Но там, что интересно, там это не в форме монолога, а в форме диалога. Да, большинство книг у нас написано в форме монолога, конечно, да, и в том числе Месилет Ешарим, в более известной ее версии. Это просто разные уровни, которые человек должен достичь. Но именно в форме диалога мы понимаем больше, что пытался сделать автор. То есть в форме диалога он фактически взял двух таких, можно сказать, главных представителей движения, если так можно выразиться, очень такого педантного. Ну, позже таких обычно называли Меснагед, хасид их называли Меснагед, но тогда еще не было хасидского движения. Поэтому, скорее мы скажем, это просто был такой вот очень педантный еврей, который очень четко знал, что нужно очень точно следовать закону и очень боялся что-то сделать не так в отношении, там, кошерности, например. И очень много занимался вторив пильпулем по отношению к каждому детальному закону Талмуда. Да, он таких много встречал, Рамхан, он пишет об этом в своих письмах, что он в Германии таких встречал, которые, говорит, люди махбелимы таулам, они прямо таким своим паром и своим изучением весь мир, так сказать, превращают в пар своего рода. Но на самом деле этот человек, с точки зрения Рамханя, был недостаточный. И Рамхаль пытается ему описать хасиду. Да, можно сказать, что Рамхаль продвигал идею, похожую на то, что потом продвигал Балшантова и хасиды, что есть идея, что нужно еще и вдобавок думать над тем, как любить Всевышнего и как служить ему, да, как бояться Всевышнего. Он говорит, что это не менее важные заповеди, над ними тоже нужно много думать. На самом деле, все равно, как бы, сердце чует, что это другой тип книг должен быть, другой тип изучения. Что книги Мусара и книги Галахиха, хотя они со ними переплетаются, но это все-таки разные типы книг. Вот смотрите, возьмем, например, книгу Хофицхайм. Самая книга Хофицхайм. Авторы стали называть по этой книге, это, может быть, его самая важная книга, а вообще изучается больше Мишнабрура. Может, самая важная книга Раби Исраэля Мера Акоэна была Мишнабрура, а не Хофицхайм. Но вот Хофицхайм, да, это книга, которая занимается законами Лошнара, а не Мусаром Лошнара, а именно законами. Мусар, у него есть отдельные книги, например, Шмира Талашон и другие книги, Захрон и Мирьям. А именно вот законами Лошнара он занимается в книге Хофицхайм. Но какие книги он цитирует в основном в этих законах? Например, такой книг, как Рабину Йона Шарит Шува. Но это же книга Мусара. Ведь Рабину Йона, без сравнения, Шарит Шува писал книгу в основном Мусара. И тем не менее, вот основные законы, которые учатся прямо оттуда, Хофицхайм приводит в свои книги Хофицхайм. Поэтому мы видим, что в каком-то смысле в определенной заповеди так уж получилось, что они больше попали в книгу Мусара, чем в книгу Халахи. Что Шува Наров про Лошенгара ни одного закона не приводит. Рамбам, правда, приводит. Надо отдать должность, что Рамбам приводит какие-то законы Лошенгара. Но, в всяком случае, многие законы, которые учат Хофицхайм, они учатся из книг Мусара, получается. И что мы из всего этого видим? Что многие вопросы, которые каким-то образом человек почувствовал, Шухонарх почувствовал, что они не принадлежат в Халахе. Наверное, еще Тур до него так решил. Ведь Шухонарх в основном последовал порядку Тура. Тур не поместил, Шухонарх не поместил. Поэтому получилось, что целый ряд законов, но которые ближе как бы к Мусару, попали в результате в книги Мусара, но не в книге Халахи так уж сильно. Много в книгах Халахи обсуждений на этот счет нет. Магин Аврам пытался немножко восполнить это тем, что в главе Куфнунва, в 156-й, приводится целый ряд утверждений Хазали и решение по отношению к каким-то идеям, которые ближе к Мусару, чем к Халахе. Но там тоже есть халахические утверждения. Без сомнения, законы Лошенгара – это Халаха, а не Мусар. Мусар – это когда пытаются уговорить человека, чтобы он не говорил Лошенгара. Но конкретно как соблюдать это все-таки тоже требуется знать. Но, видимо, автор Шухонарх считал, что основные законы такого типа заповедей, они основываются на том, что человек просто должен понимать, что ему не нужно делать плохое другим. И на базе этого, соответственно, можно большую часть Лошенгара законов понять. Хотя это не так очевидно. И, как я сказал, Лошенгара, в основном случае согласен Хоффицхайму, имеет очень много совсем непростых законов. Так вот, наша глава Кедо Шим, она как раз вот полна вот такого типа мусара. Если, например, глава Мишпатим, другая глава полное заповедей. Есть три основные главы, которых больше всего заповеди считаются. Одна в Шимот, одна в Ваикрае, одна в Дворим. В Эмидбарне и так уж много заповедей Шим. Решит вообще почти нет заповедей. Из книг, где есть много заповедей, каждый по одной главе, где много очень заповедей. На самом деле в Дворим есть три важные главы в отношении заповедей. То есть все главы важны в отношении заповедей. Самые важные главы в книге «Дворим 3» — Ре, Шофтим и Китай Цена. Вот самые полные заповеди читать китай Цена. А в главе... В книге «Шимот» без сомнения самая главная глава по отношению к заповедям — это, конечно, Мишпати — союз еврейского народа, когда мы получали Тору. А самая главная глава в книге «Вейкра» в отношении заповедей — это вот наша глава «Кедушим». Там много очень разных заповедей. Но в Мишпати им больше гораздо заповедей технических, да, и между человеком и человеком, суды какие-то, да, конкретные, там, кто какой ущерб принес друг другу, если яму вырвел, если бык там убил быка, и заповеди между человеком Всевышним, заповеди связанные со Шмиттой, там, с субботой, с праздниками, кошерность, да, какая-то упоминается минимальная, там не так много, но насчет рейфы, вот. А с другой стороны, вот именно в главе, в главе Кедошим, в нашей главе, там именно заповеди связаны с мусаром больше всего. Самые известные заповеди среди народов мира, кстати, больше всего цитируют, если взять среднего нееврея, сказать, что ты слышал из еврейской Библии, да, он скажет, ну вот, люби ближнего, как самого себя, о, да, не ненавидь другого сердца своем. Вот такого плана заповеди, да, из тех, которые между человеком и человеком, они как бы более общие, общечеловеческие заповеди, они именно в книгах мусара больше обсуждаются. Было бы неплохо, если была бы целая глава Шухонаруха, которую я бы обсуждал подробно, заповедь, люби ближнего, как самого себя, когда она относится. Это же не такой простой вопрос. Зина, когда относится заповедь, люби ближнего, как самого себя. Или не злословь, да, нигде плохое против других. Тоже в нашей главе, да, заповедь против Лошонара как раз. Не ходи, как говорится, лотилех, рахиль, беомеха. И вот на базе этого я как раз хочу подобрать несколько стихов из Мишлея. Вообще в книге Мишлея и Кохелете, в других местах насчет грехов языка так много сказано, что все не покроешь просто. Так много есть стихов, которые подходят к нашей главе, к запрету Лошонара, что невозможно все их покрыть. Но мы скажем несколько подобных стихов, да. Вот, например, в 17 главе 7 стих. «Неприличен грубому язык чванливый, тем более благородному язык лживый». Казалось бы, совсем непонятно, что имеется в виду. То есть общий смысл вроде ясен, но конкретно не очень ясно, да, что это за выражение такое. На самом деле на иврите, да, не так очевидно, как правильно переводить. Я прочел, как обычно, перевод из издания Мосса Даровку, которые опубликовали в Толдот-Ешурун. Но на иврите звучит так. «Лонаава». Нехорошо ли? «Наваль». Слово «Наваль» мы позже обсудим по комментариям «Гра», что здесь значит. «Сфат-Етр». Слишком много говорить. «Аф» или «Надив». Тем более для «Надив». Они здесь назвали «Надив», да, перевели как «благородному», но «Гра» считает, что «Надив» здесь это какой-то офицер, какой-то важный начальник, сар. Сфат-Шекер. Вранье, да. Тем более «Надиву», да, важному начальнику, да, говорить ложь. Что имеете в виду? «Гра» объясняет так. Это не единственный возможный пшат, но интересно. Я стараюсь в этом году, как я сказал, читать стихи из Мишлейка, недельным главам подходящие, немножко иментировать по «Гра». Так вот, «Гра» объясняет так, что «Надив» говорит, это, как мы сказали, сар. По его мнению, здесь «Надив» это человек важный какой-то, да, начальник, человек властелин по-русски, да. А говорит, «Наваль» здесь это обратное как раз. То есть «Наваль» здесь не то, что в таком уж плохом смысле. Обычно «Наваль» это что-то плохое, да, какой-то плохой человек. Но здесь, похоже, он понимает, что «Наваль» здесь это просто человек, который ничего и себя не представляет, никакой власти не имеет. Он говорит, так выглядит из «Зоархадаш», и говорит, что, в предисловии «Зоархадаш», и говорит, что обычно сар, да, большой начальник, он должен немного говорить, даже если говорит правду, что, в принципе, да, много, так сказать, обещаний, это обычно здесь, политики обычно этим занимаются, да, это плохо. Настоящий лидер, да, он говорит поменьше, да, обещает поменьше. Здесь вот принято в демократическом обществе, да, что они все, когда пытаются добиться, чтобы их избрали, они обещают с три короба, а потом ничего не исполняют, что обещали. Вот. Всяком случае говорит, что, значит, лучше бы ему вообще поменьше было говорить. А уж тем более, если человек говорит ложь, да, то есть обещает и не выполняет. Но даже если правду бы говорил, лучше бы говорил поменьше. Поэтому, говорит, имеется в виду в стихе «Согласно Гротак», что если уж для первого человека, да, Наваль, который не имеет никакой власти, не следует ему слишком много говорить, даже ему не нужно говорить слишком много, даже если это правда. Да, вообще поменьше говорить – это хорошая идея. Да, как сама книга Мишлей не раз подчеркивает подобные идеи. «Бюро в двори, думай по многу раз». Хофицкан когда-то увидел одного богача, который пишет телеграмму, да, экономит каждое слово и думает, как написать, чтобы поменьше слова использовать, потому что за каждое слово нужно отдельно платить. Говорит, если бы так люди бы всегда разговаривали, да, что каждое слово думает еще, сказать, не сказать, если можно обойтись. Вообще, Рамбом считал, что если человек умный, он всегда говорит мало, а включает много, что именно вот в маленьком количестве слов поместить много информации, и красиво сказать, и правильно и в корень смотреть сразу, да, сразу же объяснить главную идею – это очень большое преимущество мудрого человека, да, по существу, как говорится. А не разводить болтологию, где очень много навоза, и можно найти, может даже, допустим, жемчужное зерно, но нужно очень много рыться, чтобы найти что-то умное в этом во всем. Нет особого особого ума, чтобы что-то мудрое поместить в кучу-кучу и кучу лишних слов, да. Вот когда ты мудро сказал прямо точно и в нескольких словах, вот это действительно настоящая мудрость. Кстати, игра и в отношении своих комментариев всегда, что к шухонару, что к другим местам, всегда старался сэкономить количество слов. Комментарии всегда самые короткие. Часто читаешь, например, «Таза» и «Игра», и они вроде говорят одно и то же, но «Таза» это пишут на полстраницы, а «Игра» это в 10-15 словах, например, помещает. Очень большой талант вот уметь писать коротко. Они говорят, что не пытаясь Хас-Вишалам уменьшить уважение к «Тазу», «Таз» был великий человек, может быть, он не считал, что нужно стараться так уж, да, когда говорят о Торе, может быть, если больше, тоже не страшно, но, в всяком случае, «Гра», у него была цель именно говорить коротко, и он добился этой цели. У него, без сомнения, комментарии, кстати, «Гра» из комментариев к «Талмуду» тоже больше всего любил «Раши», говорил, что изучать «Талмуд» с «Рашей». Тосфот говорит, не обязательно сразу же. Главное «Раши», «Талмуды» «Раши». Почему? Я думаю, по той же причине, что «Раши» сумел написать невероятно короткий комментарий. Вот сравнить, например, трактат «Баба-Батру» с другими трактатами, что «Раши» не докончил этот трактат, писать комментарии, да, на 20-й странице, кажется, умирает «Раши» и доканчивает его внук, Рашбам. И Рашбаму великий мудрец, но он не писал так коротко. И получилось, что самый длинный трактат по количеству страниц стал «Баба-Батра». Хотя, на самом деле, он не длиннее «Баба-Мицы». На самом деле, больше всего слов в трактате «Шабата», а не «Баба-Батре». Но получилось, что «Баба-Батра» стал самым длинным трактатом, потому что Рашбам написал очень длинные комментарии, и иногда там в некоторых дафах буквально несколько слов гемора и огромные комментарии «Рашбама». Вот. А «Раши» умел очень коротко и ясно объяснить. И по нескольку раз говорят, что три раза он переписывал свои комментарии, видимо, чтобы сам, так сказать, коротким образом все объяснить точно. В всяком случае, значит, плохо даже Навалю говорить-то много. А уж тем более, если говорить Надеев, да, человек, офицер какой-то, какой-то важный начальник, а он говорит еще и ложь при этом, да, обещает и не выполняет. Это самая большая проблема. Поэтому, говорит Гра, что по отношению к Навалю не упоминается с «фатшекер», ложь. Потому что Наваль, его и так никто ни о чем не просит. А вот начальник его обычно просит что-то сделать, и он обещает и не выполняет. Да, и это еще более, больше греха. В самом случае, Градис попытался объяснить стих, который, на первый взгляд, не очень очевидный. А вот, например, более понятный стих, тоже связанный с языком. Это стих, который мы все знать должны наизусть. Многие люди знают его наизусть. «Мавит вихаэм бияда лэшон». Смерть и жизнь в руках языка. Слово «можно убить», «слово можно спасти», «слово можно полки с собой повести». Практически вкратце то, что книга Мишлей говорит, что все зависит от языка. И не все может быть, но, во всяком случае, очень многое зависит от языка. Можно убить словом, можно спасти словом. А вот еще стих. «Потер маим», это 14 стих 18 главы теперь. «Потер маим решит Мадон. Влифнейхид гала ариф нетош». Он сравнивает здесь, шло муамелых, человека, который начинает спорить сначала с тем, кто открывает, знаете, маленькая дырочка и из нее течет. Если ее сразу же не закрыть, то тогда дырка все больше и больше становится. Да, вода постепенно размывает там и начинается, да, уже настоящий потоп. Вот здесь, например, люди не будут чинить, да, допустим, протекающий туалет, протекающую канализацию. Что будет? Разруха будет. Кстати, дом придется менять, да. Это тоже тип царат своего рода, да, разные виды мулт-кондишн, как говорят по-английски, разные виды плесени, да, которые появляются из-за того, что вода протекает. Так вот точно так же, говорит, споры, что начало споров – это всегда такая маленькая дырочка, через что там кто-то что-то не так сказал, а другой не проигнорировал и на это огрызается. А тот уже не может теперь промолчать, так он ему уже по полной программе выдает. Понимаете? То есть, если в начале можно застопорить маленькую дырочку, и тогда не кончится спор страшным хлокотом. Но если сразу так не сделали, то потом это будет как целая, целый потоп будет. Вот. Дословно перевод такой здесь у Мосса Даровкук изданий. «Начало ссоры как прорыв воды. Оставь ссору, прежде чем она разольется. Лучше пораньше». Вот. Это все стихи, связанные вот с тем, что говорит наша недельная глава. Не ненавидеть, любить ближнего как самого себя, не говорить плохое про других. Это все. Я выбираю стихи, которые на эту тему. Таких стихов, как я сказал, очень много. Я просто выбрал несколько пока. А вот еще несколько стихов из 18 главы. Тут, видимо, сравнивается сначала слова мудрого, а потом слова глупца, которые только, опять же, своими словами только лжет или приводит к раздорам и спорам и к ненависти. Есть такое слово нарган, которое не раз использует книга Мишлей, да, это нирган, извиняюсь. Это люди, которые вот тоже балы Лошенгара в том числе. Они фактически как мухи летают там, где вот плохо пахнет, там как раз мух очень много собирается. И они любят очень вот эту всю грязь разводить, да, и заразу. Вот это такие же люди, которые Лошенгара везде используют, чтобы людей поссорить, обидеть. Вот я приведу, приведу здесь несколько стихов. Значит, воды глубокие слова уст человека, да, есть люди, которые мудро говорят, нужно глубоко, так сказать, понять, что они имеют в виду. Поток струящийся источник мудрости. А с другой стороны, значит, стих седьмой язык глупого, шестой, уста глупого входят в ссору, и рот его вызывает побои. Язык глупого сокрушение ему, а уста его сеть для души его, да, то есть только ловит, да, его собственную душу. Слова, они переводят наушника, да, имеется в виду, вот это как раз они так приводят, нирган, вот этот вот Балошенгара, да, который всех ссорит. Слова этого ниргана, наушника пронзительные, они нисходят в глубину чрева, да, что кажется, что мелочь. Мама же сказал человек такую мелочь, что никого не обидишь. Другие люди сразу забыли. А этот человек помнит, и ему действительно обидно, у него действительно это прямо аж до внутренности доходит, как будто мечом его полоснули. И на этом мы закончим наш урок. Конечно, как я сказал, здесь еще очень много стихов и есть в книге Кохелет немало стихов насчет важности следить за своими словами, что, как говорится, птица небесная отнесет голос куда нужно, да, у стены есть уши. И хазах были всегда с этим очень осторожны и подчеркивали особенно в геморе Арахим. Очень длинные суги подробно обсуждают важность следить за языком. И на этом заканчивается наш урок.